Жители Дербента привыкают к новому виду набережной. Она стала новой достопримечательностью после того, как ее преобразил художник из Санкт-Петербурга Пакрас Лампас. О современной каллиграфии в древнейшем городе и о том, какие слова зашифрованы в арт-объекте, в сюжете Патимат Ханаповой. Кисти, швабры и валики, крупные инструменты и ловкость рук превращают обычный тротуар в произведение искусства, называемое каллиграфити. Пакрас Лампас – один из самых успешных молодых художников в этом направлении. Он уже успел расписать квадратный коллизей в Риме, сделать проекты для брендов Nike, Mercedes-Benz и Lamborghini. Теперь его работа представлена и на набережной Дербента. Все мне рассказывали о том, что это не просто исторический город, а город, где огромное количество разных народностей, которые живут вместе много тысяч лет. Мы стали все источники, соответственно, исторические изучать. Увидели, что у города есть огромное число различных названий, поэтому каждая из надписей здесь, каждый круг – это то или иное написание слова «дербент» на различных языках мира. Где-то на историческом, где-то на переводе. Могу написать «Морские врата», могу написать «Демир Капы», могу написать «Кахулга». Работы художника – это симбиоз древнего искусства каллиграфии, современного стрит-арта и глубоких размышлений на тему будущего. Важно не только, как написано, говорит Лампас, но и что написано. Рожденные им буквы и слова различить сразу сложно, но можно поможет в расшифровке информационный стенд, ну и, конечно же, сам художник. Вот это буква «Д», вот это буква «Е», это буква «М», это буква «И», это буква «Р». Видишь, да? Ага, все видно. Дальше буква «К», это буква «К», которая ближе к каллиграфическому написанию, связанному с латиницей, когда делается петля, а потом добавляется вот такой штрих, то есть она таким непрерывным получается штрихом. «Ка» – это «П», это «Ы». «Демир Капы». На этот объект у художника ушло около 10 дней. Работа над проектом проходила в рамках второго стрит-арт-фестиваля «Стена». Организаторы отмечают, что это была редкая возможность привнести в древний дербент современное искусство. Заполучить его было большой проблемой, на самом деле, потому что, если бы не ковид, я думаю, сейчас он рисовал где-нибудь в Испаниях, Америках и в прочих странах, зарубежьях. Но получилось так, что мы вовремя успели с ним связаться, договориться. Данный холст, можно прямо сказать, что он один из нескольких в мире, в принципе. Каллиграфия сейчас очень популярный формат, и поэтому для самого дербента это такой довольно-таки грандиозный подарок для города, потому что данная работа будет привлекать, я думаю, огромное количество туристов. По тематах Аннапова, Муса Салтгиреев, новости ННТ, Дербент.